Я вынужден сам себя хвалить в том плане, что решать все международные вопросы и внутриполитические должны и могут только специалисты. Я единственный и в этом зале, и может быть даже в Москве и в России. Я востоковед, 50 лет, занимаюсь изучением Ближнего Востока и находясь в войсках Захавказского военного округа, каждый день отрабатывал документы. Которые должны быть приняты в случае вторжения нашей армии на территорию Ближнего Востока. А когда люди дилетанты, ничего не знают, тогда они начинают предлагать то, что не имеет никакого смысла. То есть это вот проблема ненависти, как в этом зале, так и ненависть двух цивилизаций, западно-христианская и восточно-православная. Нам мстит Запад, потому что мы не католики и не протестанты. Это ненависть между мусульманским миром и в целом христианским. Это ненависть идеологий, социалисты, капиталисты. Это ненависть демократии, авторитарные режимы и диктатура. Вот мы оказались в том лагере, где все эти потоки ненависти, они, к сожалению, направлены против нас. Что мы восточно-православная страна, у нас были авторитарные режимы, и мы, так сказать, строили социализм, напугав всю планету. Социализм можно строить, но если миллионы уничтожать ради такого строительства, никто не захочет. Поэтому нам что есть предлагают сейчас? Что выйти из договора по СНВ-3. А вспомните, как вы голосовали. Кто не голосовал? Только фракция ЛДПР. Мы не голосовали. Все три фракции вы возражали, но проголосовали. Проголосовали. Против только одна фракция была. ЛДПР. Дальше предлагают расширить поставки Ирану. Тогда мы нарушим санкции, введенные Организацией Объединенных Наций. Тогда против нас ведут санкции. Вот что провоцируют не специалисты. Давайте поставлять. Тогда нам запретят поставлять, и против нас ведут санкции. И третье нам говорят, давайте транзит откажем для вывода войск с Афганистана. А нам же выгодно, чтобы вывели быстрее. Иначе мы не остановим поток наркотиков. Мы потом сможем договориться и с талибами, и с Таджикистаном, и найти вариант остановить поток наркотиков. Они с удовольствием не будут выводить войска с Афганистана. Поэтому когда делаются заявления, можно делать любые заявления, свобода слова и так далее, шествий, митингов. Но нужно думать о последствиях. Так вот, когда было предложение еще одного депутата записать постановление, чтобы США прекратили любое вмешательство в дела Ближнего Востока, а нам сколько раз просили прекратить вмешиваться в дела Африки, Латинской Америки и Азии? Мы прислушались к ним? Нет. Мы хлопали, когда колониальные страны уничтожали, так сказать, имперские флаги Франции и Британии. Мы радовались. Вот идет, так сказать, крушение колониальной системы. Вот нам сегодня мстят. Теперь крушится советская система. Всех союзников забрали. Везде изменили политический строй. Уже Белоруссия восстает против нас. Уже обнаглел так руководитель Белоруссии, что арестовывает наших представителей бизнеса. Это вообще не делала ни одна страна в мире. Никогда. Вот что они сделали. Потому что здесь вот Жорец Иванович выступал, говорит, надо дело какое-то. Жорец Иванович, было дело. Разгромить Америку. Для этого и ученым дали много денег. Но сейчас же нет такой цели разгромить Америку, уничтожить Запад. Наши войска стояли. Сейчас какое дело? Нужно предложить, вы же ученый. Какое может быть дело? Кого будем громить? Китай? Пожалуйста, но мы же не ставим такую задачу. Так это не вызовет энтузиазму массы. Они ничего не понимают в этих высоких технологиях. И мы поддержим, чтобы максимум денег дали. Вы абсолютно правы. Просто дать это всей стране. Вот давайте на цену мы поехали еще. До сих пор это песня в голове. Едем по земле, танцы, молодых хозяев, прям тут. Песня до сих пор в голове. Пропаганда была. Поехали, поехали. Общее дело. Бам! Общее дело. А высокие технологии это 1% населения даже не будет заниматься. Это 0,01% населения может быть общим делом. И это мы не должны пропагандировать. Мы должны закрыться и изобрести свои высокие технологии. А если мы всех позовем и скажем, вот мы что-то сделаем, мы свои тайны раскроем. В этом смысле постоянно идет обсуждение о Сирии. И вы одно не хотите понять, что главным игроком здесь является Израиль. Израиль боится Ирана. И решение о разгроме Ирана принято. Потому что подвести войска ближе к иранской границе, нужно уничтожить Сирию. Не химическое оружие интересует их. Режим. Режим не пропустит войска необходимой коалиции к границам Ирана. Поэтому сто раз будет в Сирии есть оружие, нет оружия. Режим должен быть уничтожен. Для того, чтобы подойти к Ирану. А уничтожение Ирана, Израиль успокоится. Но мы получим всех боевиков, которых выгонят из Ливии, из Египта запрещены братья-мусульмане. Всех из Ливана, из Ирака, из Сирии разгромленной. И вот они нам раздолбают весь Южный Кавказ. Азербайджан, Армения, Грузия. И выброс, этновыброс произойдет на Северный Кавказ. И здесь три года назад я выступал, сидел глава государства, я сказал, лагеря строите для беженцев. Надо остановить их будет на Кавказе, чтобы они нам не смяли всю европейскую часть. Это миллионы будет. Из Сирии уже ушло 2 миллиона. А из Ирана уйдет 20 миллионов. Иранские азербайджане пойдут на Север, спасаясь от этой войны. А на Севере Баку, которая не выдержит, не выстоит. Поэтому вы должны понять, что политику США определяет еврейская диаспора. 6 миллионов. Они в их руках все деньги, все банки. И половина конгрессменов и сенаторов. Вся власть. Мэры крупных городов. Поэтому они хотят помочь Израилю. А Израиль боится Ирана. Ибо Иран прямо говорит, что он уничтожит. Но откуда это страх? Потому что мы влезли на Ближний Восток. Теперь хотим, чтобы американцы не лезли. Мы вооружили все арабские страны. И все арабские страны сто раз говорили, уничтожим Израиль. Уничтожим Израиль. И вызвали ненависть у евреев и у Израиля. Что если вот советское оружие будет направлено против Израиля. Вот за это мы сейчас с вами и, к сожалению, несем убытки. Поэтому надо было думать 50 лет назад, как нужно делать. И слушать специалистов таких, как я. Спасибо, Владимир Владимирович. Владимир Абдулевич Васильев. Владимир Владимирович. Продолжение следует...